Всем привет, меня зовут Максим Епихин, я представляю сообщество MyCryEngine, в котором мы занимаемся разработкой игр на движке CryEngine. Также выпускаем видео уроки по игровому движку, да и вообще занимаемся в принципе разработкой. Сегодня мы начинаем курс видео уроков по CryEngine, конкретно по FreeSDK, потому что мы пока не собираемся платить деньги за подписку, поскольку толком ничего не изучили в CryEngine и предлагаю вам начать изучать его вместе. По ходу того, как мы будем его изучать, мы будем выпускать видео уроки и вы сможете научиться чему-нибудь новому. Ну что ж, начнем. Первое, что мы сделаем, это скачаем его, соответственно, и зарегистрируемся. Мы переходим на сайт cryengine.com, community. Здесь вы можете зарегистрироваться, это я уже сделал, и залогиниться, если вам интересно общение на форуме. Далее мы переходим во вкладку Downloads, где мы можем скачать CryEngine FreeSDK. Нажимаете Download, скачаете, а я пока расскажу вам маленькое описание, которое предоставлено на самом сайте. Если вкратце, то нам говорят, что мы можем использовать FreeSDK только для разработки некоммерческих приложений. И никогда больше FreeSDK обновляться не будет с момента 8 декабря 2014 года. Ну что ж, ладно. Это, в принципе, хороший ход по тому, чтобы пользователи начали платить. Ну, я, например, бы сам заплатил, но хочу его сначала очень сильно так помучить. Ну, ладно, предположим, мы скачали. Теперь давайте разархивируйте свой архив в Program Files, куда вам удобнее. Создайте папку CryEngine и разархивируйте движок сюда. Вот все файлы движка. Теперь поговорим о том, как же его запустить. BIN32 и BIN64 являются папками для запуска редактора. Собственно, если у вас 32-битная система, переходите в BIN32, запускайте файл Editor. Если 64, в папку BIN64 Editor. Ну, для удобства вынести его на рабочий стол. А как это сделал я? Ну, я дальше с рабочего стола его удалю. Потому что у меня есть он в этой панельке. Ну и теперь давайте запустим. Наш CryEngine Sandbox. Собственно, ждем, пока он запустится. И сегодня мы будем говорить об интерфейсе. Первым открывается окно уровней. Мы создадим новый. Введете имя. Выберите папку размера. HideMap Resolution. Который в дальнейшем можно будет изменить. Вкладка Use Terrain позволяет использовать Terrain. То есть, землю или не использовать. Но в основном я использую. Очень удобно. Я выбрал самый маленький размер. 128 на 128. Дальше вам предложат выбрать разрешение, текстур. Выбирайте, какое вам удобнее. Вот, в принципе, создали вы ваш проект первый. Видите красивый бесконечный океан. И давайте начнем с разбора вкладок. Собственно, мы рассмотрим все в обратном порядке. Сначала мы поговорим о нижней панели, которая предлагает нам четыре кнопки. Это имитация физики, имитация заглушения звука, переход в какую-либо позицию и не синхронизировать игрока. В принципе, полезные фишки для просмотра в редакторе, как все это выглядит без запуска игры. Кстати говоря, игра запускается на комбинацию клавиш Ctrl-G. И прямо в редакторе вы можете начать играть. Вот это окно, ну как окно, вот эти надписи, это для опытных пользователей, для количества полигонов, FPS, вы можете убрать нажимать на кнопку вот эту вот I. Так, а мы идем дальше. Верхнее меню, файл, стандартное, оно ничем не отличается. Мы можем также его куда-либо передвигать. Создается проект, генерируются текстуры и так далее. В общем, это я думаю, вы разберетесь сами, если захотите. Ну и в дальнейших уроках мы будем использовать, конечно же, какие-либо эти окна, и о них тогда и поговорим. А сейчас разберем одну из важнейших панелей. Панели основных действий. Это вернуть назад, вернуть вперед, выбрать все объекты, или выбрать только браши, выбрать только префабы, точки искусственного интеллекта и так далее. Следующая панелька отвечает за выбор объекта, перемещение объекта, поворот, размер, и выбрать как бы зону в тиране. Следующая панель, вот в View, например, мы можем выбрать тип обзора. А вот эти четыре кнопки позволяют нам зафиксировать какую-либо ось, то есть, чтобы мы не могли передвигать по этой оси. Следующая кнопка, Follow Terrain, она нужна для того, чтобы при создании новых объектов, объект максимально точно старался прилегать к террину, чтобы не было никаких углов, торчащих, но по возможности соответственно он будет это делать. Ну и вот следующие кнопки, отвечающие за сетку и так далее. У вас здесь будет еще одно меню, но я его убрал, потому что я не считаю его нужным. А вот это меню достаточно интересное. Мы можем открывать диалоги редактирования материалов. Мы можем открывать диалог манекенов. О них мы тоже будем разговаривать по мере поступления. Так, еще есть какая-то фигня проблема. окно редактора и персонажа. Вот наш персонаж. Его кость. Редактируем его анимации и так далее. Ну и остальные окна. Ну да, например, тут база данных, Flow Graph. Flow Graph это визуальное редактирование и прочее. Ну, следующее окно, которое мы рассмотрим, оно тоже является очень основным. Это Roll-Up Bar. Roll-Up Bar нужен для создания объектов. Ну, оно очень похоже на Maya, на 3D Max, как бы кастомизацию, то есть, ну, визуально, как оно выглядит. Значит, первая вкладка это по объектам. Мы можем создавать искусственные интеллекты, разные зоны. Вот, например, мы можем создавать объекты Brush, да, например, какие-либо камни и так далее. Следующее, очень важное, Entity. Мы создаем уже непосредственно ключевой объект, не являющийся Brush. Ну, например, дверь. То есть, Entity это объект, который уже подразумевает набор каких-либо скриптов и с которым мы будем работать уже непосредственно в этом процессе. Следующее, MISC. Я буду выборочно рассказывать, который я юзал, потому что, напомню, я не являюсь профессионалом в CryEngine, я буквально только перешел на него и уже посоздавал парочку вещей и мне очень понравилось. MISC это создание камер каких-либо дополнительных дорог, рек, веревок и прочего, что нам тут предлагают. На самом деле, когда мы переходим из одного движка в другой, мы очень сильно удивляемся либо недостатком, либо наоборот тем новшеством. Я был очень сильно и приятно удивлен тому, когда я перешел с Unity 3D CryEngine и мне предлагают создавать дороги, мне платят за этот денег. Это очень круто, мне безумно нравится этот движок, потому что в Unity 3D я проработал год и толком ничего не получил, но только кроме опыта программирования. Следующая вкладка это Terrain мы можем модифицировать его, можем создавать, как бы редактировать туман и прочее-прочее, там скайбоксы разные, то есть это основная настройка. Следующая Vegetation мы можем как бы как в Unity Terrain Tool, да, мы можем создавать объекты природного происхождения, можем создавать разные скалы, ну, уже именно из игровых объектов. Это очень полезный элемент именно для Terrain Editor, потому что именно здесь они стараются полностью прилечь к Terrain, то есть они создаются только так, как нужно, а не как обычный объект, который мы в дальнейшем можем настраивать повороты его сами. Эти повороты мы настраивать не сможем. Следующий давайте разберем тогда Layer Painter это утилита для редактирования текстур, точнее рисования текстур, если быть грамотным, но об этом тоже позже. Собственно, давайте на этом закончим. Это был очень краткий обзор интерфейса. Мы рассмотрели все очень быстренько, потому что мы хотим не сразу получить огромный объем информации, а все-таки изучать это постепенно с пребыванием каких-либо задач. Всем спасибо за внимание, с вами был сообщество MicroEngine, меня зовут Максим Епихин, подписывайтесь на канал, буду очень этому рад, ставьте лайки, обязательно комментируйте видео, говорите, что было хорошо, что было плохо, это все-таки важно. Всем спасибо и всем удачи в разработке.